короче выдвинулись сейчас в таксу отправляемся в шлеметьево сегодня нам предстоит летельный путь как говорится будем лететь в три часа разницы как говорится полный вперед и наша машина очень интересно все прикольно очень интересно и наша машина 8 7 ебучих часов спустя короче водитель оказался каким-то пидорасом кончил он блять вот если ты видишь должен был висеть у меня в шлеметьево и ты отменил заказ попытка номер два заказал новое такси сейчас должен подъехать вот зарядь земля доказываешь такси из дома тебе пишет 16 лет ожидания ты ждешь его тебе едет кого-то отвез тебе приехал вот ты выходишь он приехал нажимает кнопку ожидания то что тебя ждать ты выходишь на радостях сейчас поедешь подходишь а его нету отменил заказ гандон блять как тебя еще назвать по-другому никак черт натуральный блять ночи ждем другой заказ наша машина приехала 36 выход на посадку 10 45 посадка закончится зеленый коридор конец зал приятного приятного полета спасибо большое короче на таможне прошли все отлично вылетаем слава богу все хорошо короче честно говоря было волнительно немного он меня так просканировал именно вот на таможенном контроле воде пропускать его принять меня в казахстан или не принять короче я стою такой думаю блин ничего я сейчас отказ сделаю у меня два раза не знаю там раз четыре четыре до меня посмотрел на паспорт на меня там паспорт просканировал короче переживал но как говорится все аппарасно все хорошо летим летим в казахстан первый раз вообще выезжаю за границу не считаясь на детстве мы ездили в одессе но это что не в счет что вот так вот осознанно полетели куда-то другую страну вот первый раз летим и это казахстан казахстан встречая алмата казахстан алга как говорится сейчас я кое-кого поймаю смотрите как же группа пол хардкора здесь ходит вот папарацци сразу вот смотрите какие красивые люди привет привет я за тобой слежу этот как дела привет спать хочешь я знаю удачно успешно на моросилик там ребят жестко да вот видите я говорю весь хардкор здесь ребята все лазит то туда то сюда вот видите это тоже встретили ну конечно немножко сейчас сонный не стали усиленно замучивать вопросами я думаю по призу в казахстан там завтра медиа дни и потом на турнире мы позададим некоторые интересные вопросы людей много 3 кто здесь короче короче аж говорю все здесь как ты брат четко будешь поезд защищать надо уничтожать вот же они все салам алейкум смотри еще раз два салам алейкум сразу камера я взяла как заряжен 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 хорошо готов вообще полную подготовку пришли с одним тренером старым встретим я да а что я исполнял то что ты пытался вылезти на эмоции резервы не не хотим если честно были меня уже тени вы муж зарядили ему зубу на него ноги восприняли это как там что-то я его там напрягаю чудо газую но он сам лично много говорил знаете он там сидел какой добрый такой это знаешь когда я а там в интернете добрый тебя да 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 а так в интернете писал и этот ну и видео вы не показывали как у меня подкалывал знаете я хоть его струнда ничего лишнего не говорю мне не делал и я решил за это его просто вопросы задать на какие ну на эти вопросы он не смог ответить да было неприятно то что он там видео снял девочками танцует и вот так надо с девочками объяснял типа это он женой своей танцует да какая разница хорошо женой танцует и говорит ей вот так надо танцевать а не с парнями это что такое ну как это намек на то что я какой-то не традиционная лимитация да 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 типа с гаджи вышел танцевал и тогда это же есть такой на меня по-другому это не никак а он спавел я женой танцует а какая мне разница как ты танцуешь вопрос будут отмахал да да преподносил да 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 что вот ну и и и знаешь это на накопилось потому что все много кто писал именно такое я хотел высказаться по этому поводу и он попался на это я думаю с одной стороны хорошо что он так сделал чтобы ну реально а ничего же не смог сказать если он сказал бы да я вот так намекают с гаджитом чему сразу и там хочу или пощечину дать идею с головы хотел дать его ну сломал бы вы слетел бы не заработали небольшой подарочек у меня есть для некоторых ребят для именно те кто выступают часа тебе загоню это короче знаешь кто так смотрим так надо тут размерчик подобрать лл это нет не то пиксель вот пиксель это тебе пиксель но большой да братуха посмотри открой 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 посмотри не немаленькая нормально я думаю сверху могил пуп 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 видишь четкая вот чуткая приятная вот так гори огонь чё написано любовь добро гори огонь гори фернандес родригес или как его там гори родригес тебе жестко лека подарит тебе тоже обращайтесь да смотрите кого я поймал это миша из однажды россии вообще лютый комик очень смотрим за вами за вашим творчеством очень нравится прямо такой вот юморист классе бы приятно слушать у меня такой вопрос вы делали короче один номер наш организации на хардкор напомню такой кому это пришла эта идея в голову сделать именно эту пародию на попу мы брать не буду мне это я придумал ты придумал всем привет это поп м м а я его очень крутой ведущий я вообще в принципе наблюдаю за этим спортом мне нравится аджика но я просто похож физически на него но кто если бы не я его сыграл вот опять же ты это делай чё за агрессивная передача у вас вообще пришел потянуть подсилить там эти накинулись один говорит что меня обезьянки дрюкаю 2 дразница блин окей спасибо большое и знаете что было бы тоже здорово у меня тоже свой подкаст есть я вас тоже пригласил посидели пообщались но на связи будем на связи спасибо а лёш привет шаламандра шаламандра или салам алекуум шаламандра наш я главный амбассатор слова шалом во надо закрепить за тобой это как вообще дела как настроение как прилетели как тебе движ казахстан слушай супер на самом деле очень хотелось приехать именно сюда потому что я понимал что именно здесь большой огромнейший спрос на такие события то есть люди хотят это видите когда люди хотят это видеть ждут турниры ждут бои ждут ребят которые полетают сюда еще больше хочется лететь и поэтому я просто с огромным предвкушением сюда несся и все просто превосходит мои ожидания потому что нас полчаса до начала медиа дня это крупное событие но будем активно это не самое главное да все равно но ребята пришли заранее заполняют центральную улицу города в алмате и как бы сейчас середина рабочего дня будний день четверг да четверг они пришли сюда им значит это нужно и это круто вот для таких людей хочется всегда творить историю контент бои создавать и читать картины а салам алейкум амхат алейкум салам как ты брат добро пожаловать казахстан добро пожаловать казахстан казахстан назову а ну вас здесь не слышно сделает ошибку мой поезд не привезли белаза приняли а поезд он не привез все хвост его могут забрать здесь готова забрать все на Ты прям сейчас готов был забрать? Где мой поезд? А, здорово! Где мой поезд? Когда заслужишь, тогда будет твоим. Ты специально его с тобой не бьёшь, да? Конечно, привёз с собой, потому что он мой. Вот же мой поезд. Я с ним уже говорил. Разделись его. Я тебе уже говорил. Это ты знаешь, он должен быть вот здесь. Вот так казахи встречают у себя в народе. И вообще-то плохо встречают. Привет, Казахстан! Мы три года ждали с вами эти встречи. И вот мы здесь. Спасибо каждому из вас, кто пришёл сюда, кто стоит. Ты чёрт побери ещё, парни. И вот тут вместе с вами под этим дождём. Мы рады вас видеть. Мы начинаем наш следующий день. У нас всё готово. Погнали! Погнали! Приветствую. Приветствую, приветствую. Как дела? Хорошо работаем. Как тебе вот эта вся атмосфера? Нереальная атмосфера, радушия, гостеприимство. Оправдались ожиданиями? Казахского народа, конечно, оправдались. Ты посмотри, дождь здесь. Тут тысячи людей на площади ждали нас весь день. И то, как нас встречают, как принимают, и многого стоят, правда. Заник, Заник, Толя тянет что-нибудь? Получается бороться у него? Хорошо борется сейчас с Харом. Зарубиться бы с ним, ну, правила конкретно, вот, зайти в октагол, подраться, провести бой. Нет, нет, я не рискну, жест. Малекум, Косымбай. Под правильным Мурабек меня зовут. Меня зовут Мурабек. Мурабек Косымбай. Мурабек Косымбай это имя моего деда, Косымбай это фамилия моя. Мурабек, Салам Алейкум Мурабек, как дела? Отлично. Слушай, кто тебе придумал такой образ? Ну, образ военник Тейн придумал, это народ прозвал, но я хотел как-то неординарно выйти, во времени не успели, должно было быть еще лучше, глаз должен был гореть. Ну, глаза у тебя и так горят, я смотрю перед этим боем. Ну, там мы красным лазером горели. Как тебе вообще поддержка такая большая? Я нереально в шоке от такой поддержки. Все на высшем уровне. Очень много людей писали, со всего Казахстана прилетели, чтобы меня поддержать. Очень приятно, реально приятно. Люди сюда прилетают чисто из-за меня, это для меня большая честь. Я завтра просто обязан устроить ему разницу. И последний вопрос, не будет я долго задерживать, Мурабек. Гонишься за нокаутом или хочешь пройти всю дистанцию? Не знаю, но чувствую бой будет засрочно. Вот чуечка, запах. Чуечка? Да. Ну что, Лава, вот прошу, маму, бешеная, горячая взгляда, взвешивание, церемония, официальная. К сожалению, из-за погоды не получилось, я обидую тренировку, как планировала организация. Но ничего, посмотрите, в любом случае, сколько людей пришло поддержать. Друзья, если вы будете уходить со сцены, то вот устретие закончится через одну минуту. Кто сфотографировался, со сцены уходим. Короче, гуляю сейчас по Арбату. Это их местный Арбат. Людей, людей действительно очень много. Погода, конечно, не очень сильно радует, потому что был дождь. Попали под дождьми, простояли всю церемонию взвешивания, простояли. Саламу алейкум. Смотрите, пацаны, что исполняют. Все, вот он бежит. Опа! Исполнитель, конечно, брат. А ну бой с теней, брат, исполни. Давай бой с теней. Хорош. Ага, и телефон полетел. Это братан, ничего. Ага, ничего страшного, да? Ничего, ничего страшного, да? Еще дать два фага. Ага. Вот, они не разбиваются никогда. Кто по нации? Курт, Курт. 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 Да. Ага, отлично. Как будет на вашем... Добро пожаловать в Казахстан? На вашем. Куманджи, как будет? Давай, пожалуйста, Куртас. Это Казахстан. Ага. Сарсана, Сарчава. Сарсана, Сарчава, Казахстан. Ага, все четко. Слушай, я слушал, что какой-то будет у тебя эксклюзив, что-то ты хочешь заявить очень громкое. Смотрите, ребята, как мы знаем, то, что у пулеметчика Зелимхана, к сожалению, травма. Ну, он слился, потому что уже возрастной боец, и он уже на пенсии. Дальше будет молодая кровь. Я уже знаю. Будет молодой волчонок. И это самый титулованный спортсмен среди кулачки. Это Никархо. Истаем Никархо. Истаем Никархо. Это один из самых топовых моих оппонентов. Поэтому ждите это грандиозное событие. Знаешь, молодой волчонок будет заменять старого действующего волка. Короче, я вижу там неподалеку, знаете кого? Этого нового испеченного чемпиона. Этого недооцененного чемпиона. Как ты, братуха? Белаз в деле. Белаз в здании. Белаз в здании. Белаз в деле. С чемпионским поясом приехал. Конечно. Я хотел бы сегодня подраться, на самом деле. Но, к сожалению, вещь не получилась подготовиться. Давай июль. Да, июль. Но я думаю, что нет, в июне я дерусь пойму. В июне? Да, 9 июля. На закрытом, что ли? Да. А, сейчас понял. На ютубе, да, я дерусь. Жалко. А так, 1 июля на стадионе, думаю, что с Ильясом Микубовым. Да, с Ильясом Микубовым, друзья, понимаете, это какой будет громкий медиабой. Слушай, ну здесь, к слову о турнире, я считаю, вообще невероятная картинка. Да, сейчас свет видел? Да, ну вот все, что вижу. Не, вот тогда что-то включаются головы. Нет, только приехал. Да? Только приехал. Эй, а тебе само вообще как интересно подраться с Ильясом Микубовым? Три ронда по пять будет? Или пять по пять? Ну, слушай, по ММА я не знаю, я давно не дрался год уже. Я думал, что может быть три по пять. А на самом деле для зрителя мы, блин, пять по пять закатили. Я думаю, что там будет война. Ну, тем более, мне кажется, такой будет затянутый бой достаточно. Как тебе он как человек, как боец? Слушай, ну, как боец неплохой. Как человек так же неплохой, потому что мой адрес ничего плохого не сказал, не сделал. Ну, так что, ну, нормально достаточно. Все, рубка будет на уважение? Ну, слушай, ничего лишнего в друг другу адрес. Ничего мы не говорили, не оскорбляли друг друга. Я думаю, что уважительная спортивная рубка, но она такая будет жесткая. Потому что, когда я выхожу в октагон, уважения нет уже полностью. Да, зачем? За что уважать? Я выхожу побеждать. Тебя аж будут полюцубить, правильно. Я выхожу, чтобы уверенно выиграть и бой, и все, и забрать победу. Я больше всего знаешь, какой бой жду? С Ногчу ваш бой. Вот нормально будет. Вот они, кстати, вчера раскачали, очень неплохо. Слушай, я не знаю, Ногчу качает, качает, но вот когда придет время нашего боя, и когда в конце будет объявлять победителя, я думаю, что он по-другому заговорит, по-другому. И он вспомнит эти слова. Потому что он слишком себя возвышает, очень сильно возвышает. Я бы ему не советовал это. Потому что я знаю, что я выйду, сделаю все возможное. Я говорю, меня надо будет убить, чтобы я только проиграл. Конечно, надо будет на двух хотя бы в уровне, чтобы проиграл. Да, я буду делать все возможное, чтобы подготовиться хорошо к этому бою и защитить этот пояс. Короче, получается Никархов получает у тебя титульник лишь из-за того, что он на хайпе. На слишком большом хайпе. Мы помним, что я давал даже бой Беласу, который был чуть-чуть на хайпе, и после моего хайпа он выиграл. И который тебя, по его мнению, выиграл. Да, только по его мнению, хотя все в комментариях написали Никулин Чем. А можешь, пожалуйста, призвать людей в комментариях написать, кто же действительно выиграл? Ну, конечно, пускай пишут. Люди, хардкор, самые лучшие. И вот с вами легенда бокса, Артем Тарасов, прямо на ваших глазах. Тарасов, у меня к тебе, Артем, такой вопрос, вот, да ну не снимай, там все нормально слышно. Как ты думаешь, кто выиграл, вот честно скажи, Белас или Никулин? Выиграл в бою по боксу? Да. Был очень близкий босс, боем, но, конечно же, Никулин выиграл. Ага. А вот смотри, бой Никулина с Никархов, блин, как расцениваешь? Бой Никулина с Никархов, конечно, Никулин лучше. Это легенда кулачных боев, легенда просто поп-ммэй, создатель всего того, что вы видите здесь. Тут две легенды. То есть вот этот весь красивый движ, все, вот это, вот это, вот это, из-за вот этого человека? Ну я был одним из тех людей, которые, понимаешь, людей мотивировал на это, как рэгбизн, я же мотивировал его создать топ-дог. Давайте по чесноку, вот смотрите, перед вами две легенды, благодаря нам держится все, мы, все, больше всех фотографируются с нами, с Артемами, со мной. И давайте не забывать, то, что Артем сделал топ-дог, благодаря нему он стал просматривающим, а я сделал хардкор. А может легенда, легенда бокса, машина хайпа, даст мне тоже немного хайпа, давай Артем с тобой по боксу выскочим? Мы готовы к любым предложениям, только все зависит от качества. Ты почему отвечаешь за него, пускай он сам за себя отвечает. Нет, я готов, братан, ты меня так спрашиваешь, как будто я когда-то отказывался от боев. В любое время, в любое время дня и ночи, даже если меня разбудь в 3 часа дня, я отломаю в 3 часа дня, в 3 часа ночи, я отломаю обязательно руку, но если не смогу побить по боксу. Я говорю по боксу, давай выскочим с тобой. Погнали, let's go, let's go. То есть если сейчас организатор, в принципе, это будет интересно, ты выйдешь, согласишься? Мы всегда готовы, братан, у нас с тобой хорошее отношение, но почему бы... Нет, чисто спортивный момент, хайп, не хайп, вот и все. Если что, Никулин, потом тебя за меня нахажут, но я думаю, что я и сам справлюсь. Так, а что ты думаешь по поводу нашего боя? Да ты убьешь Альфреда, он просто, видишь, болтает много, но надо выигрывать. Конечно, убьешь. Так, альфред, хочешь, я тебе... А я моего кальяна, мы скажем, что моего кальяна, я курил каждый день. Он и так курит каждый день, и иногда нет, нет, мне перепадает. Ты уже вот так разогрелся, тебя сейчас никак, ну, все нормально, то есть нету никакой усталости, сейчас перед боем не будет? Все четко восстановился, все хорошо, все четко, чувствую себя хорошо, на бой настроен тоже хорошо, поэтому... Давай, как никогда мы за тебя болеем? По целой души. Давай, брат Газы. Всем на души, салютка. Пообщаемся после боя? Все по-любому, пообщаемся, чаймайта. Друзья, с нами Куат Хамитов, саламу алейкум. Алисалам. Как дела, как настроение? Четко все. Как настроен на бой, такое вижу? Настрой. На медиа дне был такой активный, а сейчас такой, знаешь, умиротворенный. Настрой у меня начинается обычно после разминки. Сейчас я спокоен, расслаблен, больше 30 боев, 35 боев провел, поэтому... Уже как на прогулку выходишь? Мы как повар на кухне. Хорош. Слушай, залика недооцениваешь, да, как я знаю? Почему недооцениваешь? Мы с ним работали, жили, спарринговали много месяцев, поэтому недооценки нет. Победу Айкенхау. Куат Хамита. Хочу на следующем сагонке вернуться и поиграть. На юре ты будешь готов? Да, я готов. Серьезно, машина, машина. Слушай, сегодня, я думаю, сегодняшним боем ты очень много хейтеров к себе расположишь с другой стороны. Не, я просто, я там был выбрал, просто вот, не знаю, после висогонки я чуть-чуть не помню, что он обманывался. Ну, из-за этого, это, а так вроде все готовился, все четко, все просто, наверное, ну, он был чуть-чуть сильнее. А что именно, вот, что не пошло именно? Вот, а ты же так хорошо борешься, так хорошо делаешь удушающее, что, почему не получилось? Скорее всего, висогонка чуть-чуть меня оставила из-за этого, как-то, а так, не знаю. Вот, когда висогонка уходит, это вот, как, какое ощущение бывает? Ну, чуть-чуть, знаешь. Слабость или что? Мне тоже слабость, просто вот, когда я весь не гоняю, я, ну, у меня голова по-другому работает. Когда я весь гоняю, чуть-чуть, чуть-чуть, да, не знаю, короче. И, висогонка, вот, я вот всю жизнь дрался, когда боролся, я всегда дрался с ней, да, весом, ну, не знаю, как получилось. Не знаю, короче, да, но на той же высшем возрасте, так получилось, да. Я-то хотел выиграть, все, собрался, ну, так получилось. Все равно ты нас порадовал, свои, свои будут. Не, шагу назад. Сто процентов. А если шаг назад, то для чего? Для разбега. Сто подава, сто подава. Ты сегодня у нас дерешься с таким, я очень схожу, уверенным парнем. Он хорошо дерется в кулачки. В ММА, я, правда, его так посмотрел, так бой был, я не помню. Но он тренируется очень много, Паш, Игорь Барабанов. Как тебе, он как соперник, в целом, как тебе прошла подготовка. Расскажи вообще, вот, как тебе ворваться на хардкор сегодня. Ассаламу алейкум всем, всем нашим подписчикам, всем зрителям хардкора. Начну с подготовки. Ты можешь, брат, садись, братик. И вообще с кайфом, вот так вот. Насчет подготовки, особо не было таких подготовки, я не ждал этого боя. Мне вот, неделю назад, 11 числа, предлагали бой, сразу согласился, сразу поймал момент. И подготовились немножко, весь скинули и приехали. Наши боя, сейчас сами увидите. Но ты посмотрел бои с ним какие-нибудь, что-нибудь сейчас подготовил, какие-нибудь фишечки? Да, там, в кулачке один бой с этим, с Ананином, с Пайкалом. Короче, ладно. Короче, если... Один бой, кулач не посмотрел, один в МММ посмотрел. Вы, спортсмен, как спортсмен, что сказать. Это же игра, это не предугадаешь. Ты вернешься на кулачке, брат? Сейчас такой очень важный момент. В Москву меня не пустят. Мне запрет поставили в ВРФ. Пока не решу, пока не решу, не знаю. У нас в Казахстане кулачных боев нет. Как нету, Анамат? В перчатках. А, в перчатках, серьезно? Да. А вас не разрешают или что? Нет, ничего не разрешили. Салют, братишка. Как ты, как? Ну, все отлично. Как прошла акклиматизация, наверное, первый вопрос. Слушай, да я прилетел позавчера, у меня особо акклиматизации не было. Я не знаю, я, например, позавчера прям... Нет, вчера ночью я прям офигевал, честно говоря. Тяжело дышать? Мне было тяжело дышать, да. У меня очень сильно хотелось спать, вот как-то вот такая слабость была. В подбросал, да? А? В подбросал. Да, в подбросал. Я не понимал, что у меня просто никогда у меня такого не было. Понимаешь, что есть... Все впервые будет. Да. Как ты вообще, как ты? Я вижу такой спокойный, какой-то на расслабоне, на лайте. Да все отлично, жду боев. Я сегодня на работу приехал. Смотри, Алмата-арена, значит, я иду на повышение. Уже радует. Вот сюда смотри, брат. Что еще тебе сказать? Я готов. Я просто готов. Я просто живу этим. Спать, жрать, играться. 93, да, ты будешь двигаться постоянно? Ну, пока, да. Ты не думаешь, что в ММА тебе нужно спускаться чуть ниже? Как минимум, хотя бы до 84. Хотя бы. Да мне-то что, я вот просто выхожу, дерусь, мне скажут, спуститься, но я спущусь. Пока я не просто... А, то есть ты ММА не ставишь там в приоритете, чтобы там вот прям двигаться за чемпионским поездом. То есть вот такого нет. Давай у тебя просто выйти, подраться, рейтинге, бои. Просто выйти, заработать денег, и все. Смотри, что я обещал. Это тебе. От наших друзей, компания «Хулиган». Благодарю. Открывай, открывай, смотри. Что? Открывай, смотри. А как ее? О, меняешь. Я думаю, тебе она понравится. Давай, примеряй даже, даже можешь примерить. Я надену сразу. Да, давай, давай сразу. А ну-ка. Друзья, с нами Игорь Барабанов одержал победу. Рычаг локтя, любимый прием Артема Тарасова. У него научился, да? У кого он научился? Александр Кантин, ваш тренер в борьбе. Держи. Это тебе. Ну, ну еще раз, как ты умеешь, покажи, брат, еще один раз. Коронку показай, Савик. Давай. Как тебе футболочка? Слушай, приятная. На лодчик такая. Да, я постараюсь ее никому не подарить, потому что у нас семья большая. Как правило, знаешь? В смысле, знаешь? Ну, смотри, семья большая у нас. Ага. И я прихожу в зал, и сразу все шорты. Вот видишь, кепка уже ушла. Футболочка тоже, если кому-то понравится, она уже хопчик. Нет, эта футболка не может кому-то го, потому что подарил тебе ее я. От души, от души. Как с победой вот эту футболку я тебе подарил, понимаешь? Поэтому она никуда не уходит. От души. Если куда-то уйдет, я расстроюсь. Все, значит. Можешь пару слов благодарность компании «Хулиган» за такую крутую футболку? Ребят, спасибо, очень приятно. Мы что, мы живем. Любовь, добро, держись, «Хулиган». Любовь, добро, держись, «Хулиган». Приходи, покупайся шмотки. Ну, не расстраивайся, во-первых. Да, не расстраивайся, нормально все. Что не так вошло? В какой момент именно отдал? Знаешь, опыт не хватало. Чисто опыт не хватило. Остальное все нормально было. Хорошо шел. Единственный вот этот момент. Был бы опыт. То есть, опыта в борьбе как такового нет, да? Именно опыта в борьбе как такового нет. Да, опыта в борьбе у меня нет. Теперь нужно будет подтягивать. Да. Я, ну, с самой стороны, я даже готовиться по ММА не собираюсь. Это, ну, для меня лично это я давно сказал. Просто голодный, давно не дрался. Чисто взял и принял бой. А так, сам знал, что это ММА на мое. И я знаю, и все знают. Во всех свои и звезды. Во ММА есть свои. Вон, звезды и ММА. Я в кулачке. У всех своя дорога есть. Ждем тебя в кулачке обратно. Возвращайся к вопросу и возвращайся в Россию. Возвращайся к кулачке. И газы. Выздоравливайся. Скорее всего, выздоравливайся тебе. От души. Приветствую тебя, дорогой. Саламу алейкум. Валейкум асалам, брат. Как ты? Я прекрасный чемпион. Отлично. Знаешь, мне очень сильно хотелось выставить наши предыдущие две интервью. Но так как не вышли еще те бои, я их не могу выставлять. Получается, это мы сможем сразу выставить. Как твои дела? Как подготовка вообще прошла? Как прошла акклиматизация? Как ты вообще настроен на бой? Все отлично, брат. Акклиматизация еще, можно сказать, не прошла. Но это не будет поводом, типа, отмазка или что-то. Это нормально. Я вырос в горах. И горы по душе мне. Горы-горы. А за ними? За ними, да. Все. Как у вас называется? Памир? Нет. Памирия моя. Там, вообще, говорят, Армения моя. В песне поется. Миром мира мне Памир. Да. Так. Кто сегодня секундирует? Кто с тобой приехал в Казахстан? Секундировать сегодня будут мои тренера и мой старший брат. Алиль. Шамбейф, да. Рузбек, Наврусбеков и Мабахулина. Ну как ты? Нормально. Нормально. Ты, главное, не расстраивайся. В любом случае. Меня слышно? Да, конечно, тебя слышно. Главное, не падать духом однозначно. Я на воле Аллаха не обижаюсь, не расстраиваюсь. Это было наказание мне, либо испытание. Так, сейчас ты, получается, как я понимаю, возьмешь, наверное, какую-то некую паузу, пересмотришь или как? Недели там, недели, недели две. И обратно присутствуешь к тренировкам? Да. А как же именно этот момент? Он же как бы был тяжелым или как? Я не могу без тренировок, даже четыре-три дня не достать, а потом уже и тянет меня обратно в зал. Ну, это, конечно, как говорится, храбрости не миновать. Скажи, пожалуйста, вообще вот именно этот момент, как ты пропустил его? Джумал хорошо поймал меня на балансе. Я был внутренний лоу-кик, он оверхендом попал, точно, точно в челюсть попал. И ничего личного, точно в челюсть все, потемнело в глазах все. Ну, брат, тебе в любом случае желаем скорейшего поправления, выздоровления, чтобы пришел Буздников в себя. Вот, и вернулся обратно в ринг, в Акрагон, радовал нас своими боями красочными. Спасибо. Сегодня просто, просто не твой день. Нет, твой день. Просто удача была не на твоей стороне. Мои поражения звучат громче. Большинство побед, так что я не расстроен. Спасибо тебе. Убраво. Что ты не задеваешь? На мать главное не задевать, а что на ерунда? Что ты сказал? На мать не задевать? А, я думал, ты все стрёмно задеваешь, что это вот зверя. Как ты, Маугли? В этих джунглях, Маугли ты, брат. Да, все пудово. Да не только в этих, в других тоже. В других тоже? Да. А ты еще подписывал, что ли, как Пахан Шама? В одной организации подписывал контракт, в другой подписывал контракт. Я говорю за хардкором. А, именно за хардкор, да. В хардкоре, да. Как ты, как настроен? Все отлично. Каково быть сегодня, вот здесь находиться, на этом историческом событии? Вообще по кайфу. Я здесь сразу на улице ушел, чисто с пацанами, что-то пофоткаться. Много узнаешь? Вообще здесь разрыв жесткий. Нам медиа-день, кстати, понравилось? Очень. Там на сцене мы сначала стояли, а потом думаю, блин, пацанам надо сделать. Ништяк к ним пошел резко и все, у них там, с ними зависит. Вообще отлично все прошло. Очень рад. Спасибо хардкору за то, что я дали возможность мне здесь участвовать. Драться именно в Казахстане. Это ответственный день? Очень ответственный. Поэтому у меня в голове, главное, даже есть, ну, у меня 40% это, чтобы выиграть. 60% показать максимальное шоу, что все люди, ну, полюбили меня навсегда здесь. Полюбили навсегда. Да тебя люди и так любят, ё-моё, ты чё, блин, лоу-кик рукой, ёшкин кот, ну, кто бы ещё такое вспомнил, как не Маугли. Да. Знаешь, я всегда говорю, что мне, ну, мне больше всего нравится Ка, помнишь, я тебе говорю? Да. Да. Будь пока сейчас Ка, внутри, в душе. Да. Спокойным, вот этой убийцей машины. Болеем за тебя, брат. Спасибо. Пообщаемся после боя. Рудненький. Да, брат. Ну, чё там, чё, чё, чё стало? Забили, да. Первая жизнь у меня забили. Ну, на самом деле, пацан физически очень сильный. Ну, ты, слушай, ты специально делал эти все красивые элементы шоу? Конечно, да. Да я и то, у меня не получился следовать. Парень опытный очень. Два раза меня посадил, я был удивлен. Первая жизнь я был на канале. Не, ну, конечно, один раз на улице меня не жданули, я вообще на Кауте был. Ну, в бою первый раз я на канале не был. Ну, значит. Ну, надеюсь, тебя там внутри никак не сломить. Не, не. А ещё, знаете, какое было? Вот ты стоишь, глаза закрыл, открепил ты лежишь, и ты непонятно, чё я лёг. Чё я тут делаю, да? Чё я, чё я лежу. Где я? Где я не был, но чё я лёг. Друзья, с нами Никита Гамзиков, победитель в паре против Маугли. Вот. Перед боем не успел взять тебя, интервью, к сожалению. Ты что-то делал, был занят. Вот. Поздравляю вас с победой. Да, спасибо, спасибо. Как тебе дался бой? Что-нибудь серьёзное получил, какую-нибудь травму или что-нибудь? Да серьёзно нет, ну, ногу отбил об его, ну, то есть вот, сдулась нога. А так, в целом, всё отлично. На самом деле, я думаю, у него удары будут пожёстче чуть-чуть, вот. Ну, он исполнял лоу-кики руками также, ну, хорош такие удары были. Да, 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 ну, короче, вот, в принципе, да, всё отлично, всё отлично прошло. Недоволен боем, на самом деле, недоволен. Но, я думаю, с 1 июля, когда будет стадион в Москве, я думаю, покажу, насколько способен. Ты 1 июля тоже дерёшься? Да, соперник, я думаю, уже почти нашёлся. Там есть один президент. Как, с кем ты хочешь? Заур Гаджиев. Что-то он писал, он заур Гаджиев. Это кто? Там, вот именно, его никто не знает, его никто не знает. Я не слышу просто. Ну, короче, пацанчик, он написал в комментарии, что я никого из 10, из топ-10 никого не смогу выиграть. Ну, посмотрим, посмотрим, с ним проведём бой, если он захочет. Потому что, если нет, то Макс Фомичёв, Юров Чернышёв. В принципе, три континера. В принципе, ростер у вас большой, ваша весовая категория. Да, категория 70 кг самая такая, мне кажется, активная. Много бойцов очень хороших, поэтому двигаемся потихонечку в поиск. Надолго ты вообще с хардкором? И планируешь ли, например, поменять дисциплину, например, залететь на кулачку? С хардкором я думаю надолго. Думаю надолго. Сейчас закончится контракт, посмотрим, как они мне предложат следующий. Вот, а так, мне очень нравится хардкор, как он развивается. Ну, вот этот профессионализм мне очень нравится. Что касаемо дисциплины, кулачку. Кулачку 100%, я думаю, залечу когда-нибудь. Сейчас нужно закончить план именно с поясом. А там уже как-нибудь что-нибудь сделаем. А если кулачку, то с кем бы хотел дебютировать? Это без разницы, на самом деле. Мне кажется, к кулачке бы каждому конкуренцию составил бы 70 кг. Каждому. 70 кг? Ну, на сколько, на 75. Я не знаю, какие там весовые кулачки. 70, 77. Ну, 77, возможно. В общем, посмотрим, как уже по факту. А так бы я готов был. Мне нравится, я попробовал бы седать. Ребята, напишите, а с кем вы хотели бы увидеть бой Никиты по голым кулакам? И с кем бы, с кем бы хотели увидеть? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Может, к кому-то пожеланиям, благодарности, слова фанатам, зрителям? Да, конечно, казахским фанатам огромное спасибо, что приняли. Замечательный город Алматы. Конечно, немного еще смог посмотреть. Времени не было особо. Не поел, не попил кумыс. Я думаю, сегодня мы, наверное, вечером, сейчас уже, я не знаю, если успеем, то сделаем это, исправим. А так, в следующий раз, когда мы сюда прилетим, я попрошу, чтобы билет взяли чуть подольше, чтобы мы здесь как-то побыли. А климатизация у тебя была? Нет, на самом деле, нет. Я с Новосибирской, я думаю, у нас разница с Новосибирской в один час. То есть, я в Новосибирск часто летаю, и там есть у меня климатизация. Тут я ее как-то не почувствовал, можно сказать. Может быть, весогонка так сказалась, как бы вот так вот все обошлось. А так, в целом, вообще замечательно. Поэтому, огромное спасибо фанатам. Вы отлично болеете, зарядили меня максимально жесткой энергией. Мне кажется, стадионы в бои, я буду показывать прям максимальное зрелище. Я бы хотел тебя увидеть на кулаках, честно. Залетая. Я тоже, да, залечу, но нужно, я не хочу развиваться на две части. То есть, я сейчас нацелен именно на пояс. Пояс ММИ в 70 килограмм. Там серьезные пацаны. Да. Ну, и как бы, да, серьезные пацаны, посмотрим. Ну, в меня, на самом деле, немного кто не верит. Может быть, я не показываю, на что я способен на самом деле. Просто люди, знающие меня, как бы, могут сказать, что я намного способен. Я думаю, в ближайшее время я раскроюсь как боец еще лучше и буду показывать. То есть, я считаю, на самом деле, я сделаю заявление, я считаю, что я лучший ударник в 70 килограмм. Миша Черкес, приветствую тебя. Я сегодня узнал, что ты армянин. Значит, этот. Вон цесах перес. Все четко, брат. Как готов на бой, как заряжен? Заряжен на 100%. На сколько? На 100%. Только на 100%? Ну, а больше куда? Больше куда. Только, только вверх, брат. Конечно. Как говорится, 99% и 1% на свежем. Так, смотри. Как прошла вообще твоя подготовка в целом? Есть какие-нибудь плюшечки, заготовочки? Смотрел ли ты бои у Байдулы? Разрабатывали его с вашим тренерским штабом? Вообще, вот, в целом, как вы готовились именно на этот бой? Хорошо готовились, готовились дома со своими братьями, друзьями. Помогали в подготовке. В каком клубе? Отлежив ММА. Отлежив ММА. Это наш брат. Да, это мой тренер. Готовились. Все хорошо по плану. Дабы его смотрели. Мы знаем, как работает. Что он может, что он не может. Если ты сегодня станешь чемпионом, что будет для тебя это значит? Есть, а когда. А когда? Я все-таки скажу, есть ли. Потому что соперник у тебя очень серьезный. Так, честно, скажу сразу, как есть. Я надеюсь, я тебя от себя не расположу. Я болею за обойду, так как я с обойду очень должно общаюсь. Да, это да. Ничего личного, брат, я тебя уважаю как спортсмена, как человека. Не относитесь ко мне после этого как-то скептически. Хорошо? Конечно, конечно. Пусть победит из вас сильнейший. Конечно. Ну, а кто болеет за кого, это уже каждого делал. Это личный делал, конечно. Да. Смотри, ты долго шел вообще к этому титулу, провел много боев. Скажи, пожалуйста, интересно ли тебе вообще провести бой еще по кулакам? Ты же на кулаках тоже дался, по-моему. Да, на кулаках тоже дрался. Другой организации. Посмотрим, сейчас надо, главная цель это поезд, заберем поезд, дай бог. И там уже можно посмотреть, подумать. Будете уже рассматривать, получается, все будет поезд, будете рассматривать уже другие гонорары, другие условия? Ну, конечно, конечно. Сейчас зачем говорить, кричать какие-то, громкие вызовы делать там, еще что-то. Все после боя. А если у тебя какой-нибудь такой человек, который тебе реально не нравится? Нет, нет таких, у меня нет ни грязных видов. Ты добрый человек? Я добрый человек, добрая к вам жизнь. Теперь я жду твоих вопросов. Валейкум, ассалам. Смотри, я знаю, что вот очень много вообще вокруг вашего, так сказать, симбиота, ходит много миф-легенд. Разверьте, пожалуйста, вот говорят, что вы пара, что вы вот мутите. Это вам не мешает в подготовке вашей? Он что говорит? Серьезно? Я вот такие вещи подсказал. В смысле, ко мне часто подходят, спрашивают. Ну, знаешь, вот любят посплететь, что ты посплетать. Давай не будем людям обламывать интригу. Пускай каждый думает все, что угодно. И пусть это будет реальная интрига для всех. Да, я сейчас цейп-залу, блядь, и подойду. Оба едва? Белла. Тебя... Сейчас ты так и не поймешь. Делай, делай, брат. Короче. Короче, как это? Это интрига, не интрига. Коуч, менеджер, хороший человек, все в одном лице. Кристинка. Кристина. Беззачем. А что ты делаешь сейчас, Кристина, скажи мне, пожалуйста. Приходите на тренировку. Очень хороший тренер по физподготовке. От и до меня, честно сказать, мучает она. Каждый токус, каждый... Каждый... Ты этого заслуживаешь? Не, не в этом смысле, что там... Там пахать заставлять. И так. А что? Я и так пашу. Просто вот эти мелочи бывают там. Присел не так, выпрыгнул не так. Все правильно. Эти вещи. Делай правильно вещи. На, что ты пришел на тренировки? Делай. Не делай правильно, пошел домой, е-мое. Правильно? Все правильно. Все правильно. Что ты делаешь, скажи, пожалуйста. Перчатки нужно. Зачем? Дорога... Перчатка дорогу перешла, и она, короче, перчатку бьет. Как будет с каждым. С каждым из каждой, да? Конечно. Все, трейпировщик сказал, что 90% рук, которые он трейпирует, выигрывает. Да. Поэтому мы сегодня посмотрим. Поэтому мы сегодня посмотрим, пояс будет у меня или не будет. Но я думаю, что он будет. Потому что мы сделали все, что нужно к этому. Остальной результат, я думаю, все увидят. Почему Олег Дедонов оставил свой пояс? Потому что я приблизился к временному, и он понял, что следующий бой ему в любом случае придется сделать со мной. Поэтому он оставил свой пояс и решил, что с него хватит. Альфред, поздравляю тебя, гигант ты, брат. А ты мне что говорил? Почему ты такой расслабленный? Почему? Че мне напрягаться? Че напрягаться? Теперь, теперь не надо напрягаться. Да ты мне напрягаться, родной. У меня хоть и не было пояса, я знал, что в этой хате я батя. А вчера... Не по-хам, батя. Какой по-хам, бля? Батя. Да. Я дяхан. А так, вчера, конечно, да, то ли я что-то разминку взял, или она дала свои плоды, видишь? Свои плоды. Ну, то ли Греб неплохой, да? Ну, пойдет. Пойдет? Потянет с тобой? Ну, на камеру я скажу, что да. Ладно. Слушай, теперь получается, ты чемпион. Теперь пускай... Я устал держать. А? Вот так, одень ее. Давай вот так вот сделаем, смотри. Все, опять держи теперь. Нет, ты держи, ты держи. А, я буду держать? Давай, я буду держать тогда, брат. Спасибо. Только много кому не давай его, хорошо, брат? Нет, блин, сам. Думя руками держал сейчас. Все, теперь не отдавай, держи, подожди. Я сделаю. Отпускай. Все, я сделаю, братка. Сейчас мы сделаем вот так. Сейчас, сейчас. Хочу полей, ребят, да? Сделаем. Мой телефон в сумке, правильно? Смотрите. Практически у меня к тебе тоже подгончик есть небольшой. А, так прям сюда. Айс. Тоже подгончик есть, смотри. Держи вот эту баночку. Смотри, как ты, подожди, не открывай. Как ты думаешь, что там? Футболка какая-нибудь? Скорее всего, потому что она не трусится. Молодец. Да? Да. Снима, одевай. Да, конечно. На месте, прямо на месте. Короче... Да, там молодой пацан в футболку хотел, я ему сказал, что нет. Нет, это не дарится, брат. Это же чемпионская футболка. Ты прикалываешься, что ли? Как ты можешь кому-то задарить? Одна. Открывай. Мой медведь, как никто, чтобы не забрал. Это, короче, мои друзья. Компания Хулиган. Спасибо вам. Вот-вот. Хулиган. Дарю. От хулигана к хулигану. Ну, ты же хулиган, брат. И шла в футболка. А там знаешь, что написано? Смотри, братуха. Смотри, 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 смотри. Скажи, что ты? Любовь, добро, хулиган. Держись. Давай, вот так вот делаем теперь. Все. Вот так вот. Я думал, ты заранее подготовил здесь, попросил, чтобы они мои фамилии написали. Ну, да ладно. Это же брендовые мерчи, практически, понимаешь? Это не простой мерч. Это очень хороший мерч. Да, это моя душа. Это мой принт. Теперь он хулиган уже вместе с нами. Брат, я поздравляю тебя с этой уверенной победой. Да, ты действительно к этому шел. Мы все видели. Через что ты прошел. Много сложностей было. Но ты все преодолел. И теперь ты чемпион. Вот это никому не отдавай. Держись. Я ее полирую. Полирую для себя. Полируешь для себя. Конечно. Она у меня должна быть чистая, красивая, опрятная. Ты первый чемпион, получается, в Саврополе. В Саврополе. Саврополь самый бомбовый мой родной город. Кто там еще? Я первый чемпион. Вестовой категории 84 килограмма. Потому что Додонов я не пойму, как он стал чемпионом. Как я уже и говорил. Ты же его выигрывал, да? Ничего страшного. Ничего страшного, да. А ты хотел именно с Додоновым подраться? Я хотел именно с Додоновым подраться. Я хотел ему еще сильнее лицо разбить. Ага. Очень достойный, хороший, бомбовый пацан. Но это тяжелый спорт, жестокий бизнес. Он забрал пояс и держал, точнее не держал, не защищал его. Просто у себя дома хранил, возможно, не полировал. Теперь он у меня. И как ты думаешь, последний вопрос, что долго тебя не будут задерживать? Кого тебе следующего дадут для защиты пояса? Как ты думаешь? Ну, бой! Сегодня самый счастливый день в жизни, Фернандо. Сегодня самый счастливый день. Смотри, у тебя сегодня очень серьезный соперник, Хадис Ибрагимов. У вас такое, знаешь, принципиальное противостояние. Каково тебе именно сегодня выходить с ним? И что для тебя значит победа над ним, если ты, конечно, сможешь выиграть? Фернандо Будаевка, по рейтапу понял, Хадис Ибрагимов? Да, Хадис – это тяжелый человек. Я очень революция, я очень революция, я очень революция, но я новый чемпион. Let's go to war. Хадис – сильный боец, Фернандо его уважает, но Фернандо станет новым чемпионом. На ухе говорится, что на ухе говорится, когда начинится. Играет музыка. Играет музыка. А ухе говорится, что на ухе говорится. Играет музыка. Накава-ха. Одессау победу. Хадис, во-первых, с победой тебя поздравляю, держи, красавчик, болели, переживали, немножко, немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть, вот заставил понервничать. Все контролировал, когда у меня давил, когда ударил я вообще не чувствовал, есть сила ударить, ну, вот, не Bürger, хлесткости нету, когда у меня все-таки давил, я чувствовал, что он затекает, забивается, я знаешь, он руками там пытается уйти, даже мои проходы в борьбом, когда защищался, он очень много сил, он не как вольник, а не когда вольник, кто бойцы разбираться не так знаешь давит и давит а он так очень сильно много тратил сил я знал что затечет да затечет другие отпустим и вот тут вот ему ассалам вакалам а вот он завидел когда он говорит по-другому если отсюда оттуда слушай кто придумал выход тора и бэтмена знаешь как было у меня было изначально выхода то носа ты на мой этот блок позади то носа костюм заказали сказали две недели откуда-то но нам же надо еще качественно бумажа херню до специально заказали и прям за два дня для груну должно быть 16 привезти костюм а 17 я улетал я как 15 пишу я был бед костюм что как он где-то не успеваем извините охреневать давай риска искать там тут мы смотрели нашли место одно где костюма много хороших качественных приезжаем с гаджи туда и нашли тора костюм я смотрю и поэтому вот зажгут маме тебя все придумал потом молот потом мы думали он просмотром будет хоть передавать потом я посмотрел фильм то что он не был подряд а потом маску снимаете бы не пошел и тут хадиса вызывает поднимает ну получилось же очень отлично есть смысл есть качество и я думаю много кто-то что вы сейчас посмотрел этом на инстаграме пишут такие неприятные а даже сейчас пускай 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 даже сидача влечу херню я не понимаю этих людей не знаю каждый пускай в первую очередь следит за собой в первую очередь следи сам за себя мне очень понравилось мне понравилось даже и ты игорь барабан и вилок вышел до франкенштейн и там еще короче куда вы забыли тоже где передохан сказали пока лучше выход у него ничего я честно скажу не буду как мне больше понравились те но мне нравятся те персонажи больше понимаешь не мне нравятся те персонажи выход эффектно все заканчиваем почему у них и бери тогда у них тоже заломал александр нет ну я же не буду это как его я говорю да я говорю потому что мы эти персонажи больше нравятся поэтому мне это нравится в их не смысле я не могу что-то у нас смысл есть гаджи с ним дрался не получилось понял да выиграл еще забил его там наш было бы и так не так хорошо есть такой выход и проиграли больше делать добил до конца я думаю вообще я сам собой доволен и знаешь кто-то пишет что ты мог лучшим кто-то фишек то что какая ну что за знаешь докопаться и до столба можно чуя ему то что мне там держал переводил чу за хрень а уже писать тебе будет куча всего а как ты говорил что вот так кто-то тебе подойти в лицо чтоб тебе кто-то что сказал такого не будет вот он я вот знаешь вот когда он я убил я я я думал вот этот кто мне плохие речи сказал это же я был бы мне приходил там этого хейтера и забивал его если я узнаешь тут я даже есть видео я отрабатывал вот это спешка я хотел когда он вырубится и шури спешка дать у меня тогда вот просто вы разняли там рядом оказался он упал если меня не тормознули бы я еще хотел короче счет спешка локтем по голове не знаю хочу травмировать это был бы уже рестлинг братом больше рестлинг да я бы прыгнул грамм но те же не был вас ну как бы я был муря на заведево трамбол уже знаешь я от очень одного не буду его имя называть но вот он сказал вот сейчас бы хадиса view все вот сейчас ты нет не хочу нет к тому что вот именно тот хадис который был без опыта и который сейчас набрал такой огромный опыт то есть сейчас был бы ты висит то есть ну я думаю успех бы вы получили спасибо спасибо и приятно реально что алиссалам алейкум я вижу ты прям конкретно на релаксе конечно у меня сегодня праздник бой судя праздник боя конечно все это должен нас порадовать всех нас должен я тренеру спорим партнеру тем остальным а так аудитории который за тебя бы как не должен как все надо по-любому аудитория очень вас люблю кто за меня болеет я знаю что вы за меня переживаете не переживайте я очень много людей успокаиваю это бой мы выходим мы готовимся то что предписано от этого не уйдем все отдадим ради этого чтобы выиграть а там уже как будет так будет я готов на войну ты рассматривал именно какие-то может быть именно бои вот с тренерским штабом вы кита лазейки искали как вообще ну какой у вас план на бой план на бой мы не буду говорить я же не пойду сейчас к зубам говорит у нас есть свой план на бой вы это увидите есть план на бой и а и план б я думал пройдет давай дай бог и и и и и и и Это вопрос, за тебя зарплатят или нет? Да, ты менее узнаваем, чем я. Я не люблю за себя говорить. Я говорю, я говорю, не вопрос. Я говорю, заплатят? Без проблем, давай обсудим. Без проблем, я на старте. Договорились. Скигай надо. На старте, давай, 40 лямок давай. Залик честно. Залик проиграл. Залик, не вопрос. Отвечаю, не вопрос. Пусть Лика договорится. Пусть Лика договорится. Пусть Лика договорится. Бабки, все, с братаном. Отвечаю, отвечаю. Заинтересует? С братаном пусть договариваются. Все, все, все. Да, блин, я не люблю Фейсу Фейсу Фейсу. Отвечаю за них. С лигой договоримся, что мы с тобой. Все, не вопрос. Все, я говорю. Да, вот. Будут матки. Интересно. Будет интересно. Будет интересно. Демонтаж идет полным ходом. Короче, сегодня были лютейшие противостояния, лютейшие бои. Вот мы, я как смог, в одни руки, ребята, снял для вас. Полетел. Это, на самом деле, действительно очень сложно, чтобы вы понимали, чтобы создать подобный контент. Я не знаю, ну, нужно очень-очень много сил, очень много времени. Поэтому я вас убедительно прошу. Реально, ребят. Не пожалейте, да. Подпишитесь на канал ему. Поставьте этому выпуску просто этот лайк. Вам ничего не стоит просто нажать этот лайк. Мне будет очень приятно. Это поможет развитию моему каналу. Вот. Прогонит это видео в тренд наверх. И наберет много просмотров. Я буду очень-очень счастлив. Что еще хотел сказать по поводу сегодняшнего ивента. Я максимально под впечатлением от казахской аудитории, как они поддерживают своих бойцов. Как они вообще болеют. Как они любят спорт. Как они топят за спорт. Вообще, это... Вы большие-большие молодцы, ребята. Вам большое спасибо. Большой рахмет, что так тепло встретили. Да, подарили эту замечательную, крутую атмосферу, которая сегодня здесь царила. Вот на вот все это был полный солдат. То есть, Алматерина была забита полностью. В общем, и на медиа дни люди очень много пришли. То есть, поддержали хардкор. То есть, HFC развивается семимильными шагами. Анатолий Сулянов, вы большая молодец, что делаете подобные турниры. И так сильно развиваете спорт в мире в целом. Вот. Что еще хочу сказать. Надеюсь, что у ребят сегодня нету никаких таких серьезных травм. Чтобы они выпали на долгую. В долгий простой после сегодняшних боев. Чтобы получили травмы. Чтобы они скорее залечили свои травмы. Вот. И вернулись к своему заработку. К своим турнирам. К своим боям. Вот. В целом. Все шикарно. Все понравилось. Устал безумно. Честно скажу. Устал безумно. Хочу сейчас сильно спать. У нас еще три часа разница. Акклиматизация. Лично я ее почувствовал очень сильно. Вот. Сейчас уже час ночи. Или даже два. Часов ни в телефон ничего в руки даже не брал. Вот. Так. Ну, в целом, как-то так, ребята. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Наверное. Да. Кто-то смотрел, кто-то смотрел его до конца. Этот влог. Это мой первый влог именно поездки в другую страну. В принципе, я в другой стране в первый раз. Именно вот так вот. В осознанном возрасте. Был когда-то в Одессе в детстве. Но это как бы не считается. Я просто поехал. Чуть-чуть отдохнул и все. А чтобы так вот поехать в осознанном возрасте куда-то. Это мой первый раз. И мне очень сильно, честно, понравилось. Надеюсь, что в дальнейшем будут тоже выезжать на различные турниры по различным городам, по различным странам. Загранник я, слава Богу, получил. Вот. У меня до этого стоял ограничение выезд из страны. По каким-то там обстоятельствам. Не буду говорить по каким. Вот. Тоже все сняли, убрали. Все хорошо. Вот. Надеюсь, буду чаще снимать именно эти влоги. Посмотрим, как он зайдет вам. Все делается для вас, чтобы вы смотрели крутые интервьюши, крутые бэкстейджи, крутую поездку. Спасибо вам большое. В следующий раз однозначно я полечу, наверное, заранее. Не то, что там за три дня. Я, наверное, прилечу за неделю, чтобы я успел поездить, куда бы я ни приехал. То есть я приеду за неделю как минимум, чтобы я мог отснять не только там какие-то там бойцовские моменты, да. А чтобы я снял именно красоты той страны, куда я приеду. Чтобы я пробовал различные блюда. Чтобы я общался с местным населением. Чтобы я прочувствовал весь этот колорит той страны, куда я приеду. Поэтому я буду обязательно приезжать туда заранее. И снимать для вас крутые влоги. Друзья, спасибо всем, кто подписывался на мой канал. Нас уже 30 тысяч человек. Более 17,5 миллионов просмотров, в общем, на моем канале. Спасибо, друзья. Вы меня очень сильно мотивируете. Я буду стараться делать крутые выпуски. Всем пока-пока.